Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о новомодной игрушке под названием Клуб Хаоса. Шума очень много, полет на Марс прошел в Туне, про протесты все забыли, у нас есть Клаб Хаос, торжественно восклицает народ. У меня, кстати, Клуба Хаоса нет. Я счастливый обладатель инвайта, но несчастный обладатель Андроид. Нищеброд, как писал Митя Олешковский, но только по другому поводу. Кстати, когда сделают приложение под Андроид, у меня есть опасение, что про Клаб Хаос все забудут. Мода, она вообще крайне сиюминутна. Поэтому в скринкасте я буду Владом Лавриченко, который любезно предоставил мне свой айфон. Приложение бесплатное, скачивается в App Store, требует ввести номер телефона. Насколько я понял, если у вас уже есть инвайт на этот номер, вас запустят сразу. Если нет, как собственно в случае с Владом, вам придется ждать, когда вам этот инвайт выдадут. С инвайтами проблем тут на самом деле нет. У Наташи Барановой, которая собственно предоставила инвайт Владу, их скопилось уже шесть. У других пользователей их, я думаю, примерно по столько же, а значит их количество растет в геометрической прогрессии. Тут можно импортировать данные аккаунта из Твиттера, если есть, или заполнить ручками. Мы заполним ручками. Мы, это я и Влад. И тут нужно выбрать интересы. Я так понимаю, чем больше, тем лучше. В том числе по ним вам будут рекомендовать комнаты впоследствии, если у вас не так много друзей и лента не будет наполняться. А тут нам советуют на кого бы еще подписаться, причем все они уже отмечены, поэтому лучше сделать select individually, чтобы выбрать подходящих, а не брать все скопом. Notifications, наверное, лучше не включать. Хотя это на любителя. Все. Сразу выскочило уведомление о комнате, которая, по мнению Клабхаус, должна Влада безусловно заинтересовать, но его это не интересует. Собственно, что тут есть. На главной странице комнаты, которые сейчас запущены. Вот видите, одна, например, с Алексеем Навальным из СИЗО. В календаре собраны те, что стартуют в ближайшее и отдаленное время и здесь же можно запланировать собственный эфир. Не знаю, кстати, правильно ли называть это эфиром. Но рекомендации тут, насколько я понимаю, пока предельно хаотичные. По мере появления друзей лента будет более приближенной к индивидуальным предпочтениям. Далее Activity. Наверное, правильнее сказать Notifications. Ну, собственно, уведомление о том, что происходит. Вот один человек уже подписался на Влада. И настройки. Можно добавить email и лучше добавить на всякий случай, чтобы был запасной вариант подтвердить, кто вы есть. Настройки, кстати, здесь предельно скромные. Ничего такого особо нет. Интересы вот можно подредактировать. Ну и, собственно, можно сказать, что на этом все. Вот и весь Clubhouse. Explore. Можно поискать людей, за которыми вы хотите фоллоу, либо разговоры по определенной тематике, к которым вы хотите подключиться. Вот за этой иконкой скрываются ваши друзья онлайн. С ними можно стартовать закрытую комнату. Мы это сделаем сейчас из аккаунта Наташи Барановой. В Ладу приходит уведомление, что Наташа стартовала новую комнату и он может к ней подключиться. Вот такой у них происходит сейчас разговор. На мой взгляд, не самый удобный способ связаться с человеком. Скорее нужно дублировать куда-то типа телеграм-сообщение, что вы ждете собеседника. Совершенно не факт, что он заглянет notifications в клубе. А если писать в телеграм, то он может там и позвонить проще. Ну и главная и основная кнопка — это запустить собственную комнату. Открытую для всех. Только для людей, фолловерами которых вы являетесь. Сложно, кстати, перевести на русский слово фолловер. Последователь — это как-то чересчур религиозно. И закрытая комната — только для тех, кого я выберу. Давайте сделаем social. Топик, то есть название. И комната запустилась. Дальше случилась накладка. Я был дезинформирован, что содержание разговоров нельзя записывать. Типа стоит блокировка на запись скринкастов, как в Briar. И даже не прочитал предупреждение, а оно гласит, что публиковать запись нельзя, а записывать-то можно. Поэтому все остальное я сделал принт-скринами, а переделать не могу, потому что айфона уже нет. Но там все на самом деле понятно. Вот Влад стартовал комнату, он модератор, отмечен зеленым значком, он может говорить, а Наташа может только слушать. Клик по иконке Наташи позволяет как выгнать ее из комнаты, а то и вовсе пожаловаться, так и пригласить в спикеры. А вот когда она приглашена в спикеры, ее можно сделать модератором, она также получит зеленую иконку, а можно отправить обратно в аудиторию, то есть вернуть к тем, кто молчит и слушает. А тот, кто молчит и слушает, может поднять руку и попроситься в спикеры, и модератор уже решит, дать ему слово или нет. Собственно, чем это отличается от Zoom, кроме наличия базы данных по открытым в данный момент комнатам и хайпу вокруг, не очень понятно. Обычный голосовой чат с немного докрученным функционалом. Есть на этот счет песня у Летова, но она неприличная и несколько обидная, поэтому приведу слова другого поэта. Никто не слышал Stranglers, на топе только Space. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.